11 марта в Городищенском районе Волгоградской области в селе Красный Пахарь прошел сход граждан. 27 жителей поселка возмутились плохим качеством питьевой воды, которая поступает в их краны из недавно построенной скважины. Воду невозможно пить. Мы по 2-3 ведра сливаем, чтобы ее можно было пить. Раз так можно, мы и пыли. Ну а нам нету поддеваться. Нету у меня денег платить каждый раз за месяц 1700, чтобы покупать эту воду. Я не однажды платить, чем врачи. И платим за эту воду как положено. Раз так можно. И в школе пьют. Она не может быть такой ценой. Она должна быть как техническая, а не как питьевая. Лучше сейчас сегодняшний день никому не платить за воду. Никому вот. Да, они как начислят потом. Так. Сделать весь убийство, отказать всем в хору. Это вода не питьевая. Это вода не питьевая. Это вода яд. Это яд. А почему бы не яд? Ну. Проблемы с питьевой водой в поселке начались в августе прошлого года, когда произошла авария на старой скважине. Тогда районные власти объявили чрезвычайное положение в поселке и оперативно нашли средства на строительство новой скважины. Первые же результаты анализов этой воды показали превышение ПДК по натрию, по хлору и сухому остатку. Вы отвечаете за водное хозяйство, правильно? Да. Вы скважину приняли? Нет. Нет. А как же вы когда-нибудь платите? А нет. Подождите, нет. Подождите еще раз. Скважину вы не приняли. Вы кран, люди уже пустили? Пустили. Конечно. Правильно. Подождите, как это? Подождите. Скважину не приняли, и выпустили. Дом не достроили, а людей уже куда-то загнали. Ну да. Я предлагаю обратиться по старому методу. Это прокуратура. Вы что делаете? Да. Вода на соответствии, у вас и не так, и нету. Вы не пугали, даже вы крану можете сразу пустили. Если таким количеством воды вы будете поливать, садов у вас не будет в течение года. В течение двух лет вся земля заразится, будете вдыхать эту пыль. Здесь каждый четвертый в этом поселке умер от рашек. В разном области. Перекрывайте рашек. Подождите, вы что, значит, вы не знаете, что бьете? Кран она обязана перекрыть. А люди, пока вы с вами опять воду возить будут? Не воду надо возить, а надо просто, еще раз говорю, выходить к власти и говорить о том, что у нас воды как не было. От меня требуется, то, что от меня требуется, я сделаю все, я пойду в район, буду разговаривать, да, то есть, ну давайте выберем пару человек, которые будут вместе со мной там ходить и разговаривать с администрацией района, да. И, ну, вы же понимаете, что криком только мы ничего не достигнем, да, надо какой-то, нет, какой-то надо, ну, выходить в какой-то конструктив, да, чтобы мы вместе решили эту правду. Вот это вот дематура, если я не... Инвалид второй группы Нина Моисеиченко проживает на улице Новая. Женщина рассказала корреспонденту, что она получает небольшую пенсию, 9200 рублей. Покупать питьевую воду в магазине при таком бюджете она не может, поэтому пенсионерке приходится использовать грязную соленую воду. Вкус соленая, невкусная, вонючая. И грязная. Грязная еще. И грязная, мутная, то есть, да? Да, мутная, мутная, серая такая. А пахнет чем? Пахнет прям протухшим каким-то. Сероводородом? Прям протухшим, нехорошим пахнет. Ну, а вы считаете справедливым, что вы за питьевую воду платите такие деньги? Нет, нет, это я считаю несправедливым. Во-первых, она не питьевая вода, она техническая. Семья Натальи Ольховик 5 человек. Воду из-под крана члены ее семьи не пьют. Муж Натальи набирает воду из родника. Но мы даже не знаем тоже, какая в роднике вода. Там тоже анализ никто не брал. Но там хотя бы ее можно пить. А эту вообще даже пить невозможно. Мне вот подсказали, что они не имеют права брать воду как за питьевую цену, как за техническую. Потому что нет заключения, что эта вода пригодна для питья. Местный фермер Амар Улубиев живет в поселке Красный Пахарь 10 лет. Грязная вода из его крана стала течь с конца прошлого года. Это преступление, конечно. И никто не знает, что за вода. Какая разница, что автоматом человек убивает или водой убивает. Какая разница в жизни? Стерять? Как стерять это? Мутной водой. Мутной водой. Как стерять? Стерять не получается. Даже если будет стерять, она уходит такая же грязная пастель. Я считаю, что здесь полностью нарушены, во-первых, строительные нормы. При разведке необходимо было сделать анализы с участием всех служб. Это санитарная, эпидемиологическая, то есть надзор должен быть, Роспотребнадзор должен участвовать именно в разведке. Анализы до сих пор не сданы. В эксплуатацию никто ее не вводил, эту скважину, как выяснилось сегодня на собрании. Самое главное, что ни одна служба, ни района, ни области, хотя дело на контроле было у всех представителей областной администрации, которые в свое время и рекомендовали району выделить бюджетные деньги на производство работ по установлению этой скважины. А насколько я понял, со слов главы поселения, район до сих пор не принял у строительной организации, которая бурила и делала строительные работы этой скважины, а до сих пор не приняла эту скважину. По словам начальника отдела по строительству и ЖКХ районной администрации Оксаны Гончаровой, сейчас подрядная организация, построившая скважину в Красном Пахаре, оформляет паспорт скважины и одновременно акт ее приемки. Когда эти документы будут оформлены и подписаны, будет определена организация, которая станет эксплуатировать скважину. Акт приемки был вот этой скважиной, ее в эксплуатацию на каком основании? Что акт завершения строительства произошло и переход в эксплуатацию. Вот эти документы, они у вас есть? Акт приемки? Ну, сейчас мне надо с управлением капитального строительства созвониться, спросить у них, чтобы четко, да, потому что они вот этот вопрос у нас проводили. Потому что, насколько я знаю, это очень сложный процесс запустить такую скважину в эксплуатацию в связи с СНИПами. Ну, я же о чем вам и говорю, что да, это сложная ситуация, и мы вот без лицензии мы эту скважину не... у нас лицензия имеется сейчас на изучение, ну, и пользу, ну, и добыча недр. Вот. То есть работа продолжается. Нельзя эту работу сказать, что она закончена. То есть идет процесс работы. Понимаете? А если она не закончена, имели ли право снабжать водой население? Каким образом вода появляется сейчас в кранах у людей, когда еще не закончен процесс вообще передачи скважины в эксплуатацию? Вот люди задают там этот вопрос. Вот на сходе задавали. На сходе, да, задавали. Просто вот как бы... Этот вопрос пойдет потом в прокуратуру. На тот момент, когда... Ну, вот я заключение, да, которое смотрю, геофизические исследования, да, там шли анализы, ну, допустимые отклонения, насколько я понимаю. Директор информационного центра Волгоград и Капресс Елена Васильева заявила, что в поселке Красный Пахаль были нарушены нормы федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и требования САНПИНА, питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Необходимо обратиться в орган местного самоуправления и потребовать там все вот эти документы. То есть проект, который должен там... Может быть, проект содержит эти исследования предварительные, предварительные, да, то есть откуда эта вообще вода поступает. Второе, это необходимо потребовать заключения санитарно-эпидемиологических служб о качестве воды, которые были проведены до того, как была подана вода в дома жителей. И самое главное потребовать, может быть, письменно потребовать провести исследование воды в настоящий момент. Чтобы были проведены исследования воды как в самой скважине, так и в домах жителей, потому что не исключено, что та разводка, которая имеется, она тоже не совсем качественная, да, и жители просто получают вторичное загрязнение из труб. Редакция «Кавказского узла» направила запросы в региональное управление Роспотребнадзора и в прокуратуру Волгоградской области с просьбой провести проверку правомерности ввода в эксплуатацию новой скважины в селе Красный Пахаль и сбора денежных средств населения за некачественную питьевую воду. Редакция «Кавказского узла»